На незнакомый номер отвечу. А вдруг кто-то нужный? Давно с мошенниками не общался. Алло. Сыграть главную роль я, конечно, могу. А почему Бондарчук не смог? А, не ответил. Наверное, занят был. МТС вернёт ваше доверие к незнакомым номерам. Умная система «Защитник» избавит от нежелательных звонков. Мне тут в ленте попалась такая реклама, где было в заголовке написано «Бесплатное обучение я Аяза Шабуддинова». Честно говоря, непонятно, кто кого должен будет учить. Я Аяза или он меня, потому что явно какие-то проблемы с орфографией. И дальше он пишет, что «Сделаю из парня 34-х лет миллионера». Откуда он узнал мой возраст? «Денег не возьму, для меня это проще, чем заварить дошек». Ну, очень странно, да, слышать от человека, который из тебя собирается сделать миллионера, какие-то отсылки на дошек. Он бы еще сказал, что «Для меня это проще, чем курить стики по второму разу». Если кто не знает, Аяз Шабуддинов – это действительно такой очень известный бизнес-тренер или, если говорить на языке правды, инфо-цыган. И я даже, знаете, сделал такую выжимку из его различных презентаций, чтобы было понятно, кто это. Я миллиардер. Я миллиардер. А я миллиардер. Как вы понимаете, Аяз – это человек, который говорит, что он миллиардер. Короче, я сбросил эту рекламу. И мне снова в сториз приходит другая реклама от Аяза, где он уже просто орет на меня с экрана. И там вверху вот написано «Старая цена, 200 тысяч, перечеркнуто, цена сегодня 500 рублей». Такое впечатление, как будто Аяз сам посмотрел на то, какой курс получился, такой, ну да, какая-то хрень вышла. Просто, ну, курс стал дешевле аж в 400 раз. Как это возможно? А как вообще, наверное, обидно было бы увидеть это тем, кто купил курс за 200 тысяч рублей? Хорошо, что таких нет. Короче, я снова сбрасываю эту рекламу, и мне опять приходит реклама от Аяза. Я даже подумал, что, наверное, полное имя Аяза – это «А я задолбаю тебя окончательно». Ну вот, что мне понравилось в Аязе, что, несмотря на то, что он весь такой крутой, типа, для меня это проще, чем заварить дошик, «Ребят, вы совсем уже». Он при этом почему-то любит делать из себя такого очень простого парня, который сделал себя сам. Вот даже у него на сайте есть его автобиография, что уже очень скромно, да? И он пишет в первом абзаце. «На самом деле, я бывший подросток из поселка Куида Пермского края». Вот это откровение, конечно. Да, а я-то думал, бывших подростков не бывает. Слушайте, ну раз уж такое дело, должен признаться, на самом деле, я тоже не всегда был резидентом Comedy Club. На самом деле, я бывший сперматозоид Игоря Синякова. Да, это правда, это жизнь. Она такая. Я даже посмотрел двухчасовой тренинг Аяза, и его двухчасовой тренинг я смог уложить в две фразы. «Вы говно, а я миллиардер». «Вы говно, а я миллиардер». И это не пьяный Дональд Трамп ругается с демократами. Это образовательная лекция, люди за нее заплатили денег. И, знаете, видимо, из-за того, что я вот залип и изучал Аяза, на меня посыпались рекламы от других таких же инфо-цыган. Видимо, инфо-цыгане, они такие же, как и обычные, они по одному не ходят. Вот Лео Шевченко мне пишет. «Дарю таблицу топ-200 товаров для продажи на Озон». Еще и главный жест такой, да? Странный. Непонятно даже, что больше ему не идет. Этот жест или имя Лео. Ну, очевидно же, что это какой-то Леонид. Я зашел еще причем к нему на сайт, на сайт его курса. И мне особенно понравился раздел сайта, где написано про успехи его учеников. Вот последний абзац. «Мы в курсе, что почти все, кто прошел обучение до конца, исследовал рекомендациям, либо сами хорошо зарабатывают, и все. Подождите, а должно же быть второе «либо». Либо вы не в курсе, либо не смогли найти удачный пример. В общем, я бы этому Лео Шевченко либо не доверял. Что удивительно, и Лео, и Аяс оказались учениками другого инфо-цыгана, Петра Осипова. Вот у него сейчас курс метаморфозы в Анталии. И стоит курс, ни много ни мало, 165 тысяч рублей. Он пишет, что этот тренинг для вас, если проблемы с финансами, не умеете зарабатывать или застряли на одном уровне дохода, есть долги. Слушайте, ну если есть долги, то, мне кажется, лучше отдать долги, а не покупать курс за 165 тысяч. Ну тебе же, наверное, звонят, спрашивают, типа, когда отдашь, а ты такой, слушай, сейчас не могу отдать, надо в Анталию слетать на тренинг. Но как приятный бонус, я верну тебе, будучи замотивированным. И даже есть видеоотзывы от людей, которые прошли его курс. Вот один парень оставил свой видеоотзыв. Как мы видим, написано, что до курса заработок аж 20 тысяч рублей. И вот что он говорит в своем отзыве. Я поехал на Бали, и поскольку Петя тоже был на Бали, я подумал, что звезды сошлись и пошел на самый главный тариф. Вот он, человек, который решил отдохнуть от заработка в 20 тысяч рублей на Бали. Я, кстати, когда на железной дороге работал, у меня тоже зарплата 20 тысяч была. Я прекрасно понимаю, я тогда с Бали вообще не вылезал. Я сначала на Бали, оттуда в Сингапур, потом на Пхукет и уже обратно к себе на сортировочную станцию. Да, вот что бывает, когда оплачивают больничный. Крышу сносит нереально вообще, да. Ой. И вот этот парень, мне кажется, он отлично характеризует всех тех, кто покупает такие курсы. Потому что в этом отзыве он еще и говорит такую фразу. Когда я был толстым, я очень обижался на всех, что никто не хотел со мной дружить. Что вообще за жалоба от 25-летнего парня, а? Просто если тебе 25 лет, ты толстый, никто не хочет с тобой дружить, то, скорее всего, ты толстый и что-то еще. И это что-то еще хуже, чем то, что ты толстый. Например, ты толстый и не отдаешь долги, а покупаешь тренинги Петра Осипова. И у Петра Осипова много разных курсов, и вот кто там еще учился. Там, например, учился Биг Бэйби Тейп, российский рэпер. Да. Мне даже стало интересно, как курс повлиял на творчество Биг Бэйби Тейпа. И вот его трек до прохождения курса. Делал миллиарды, я потакал все наличные. А вот его трек после. Сука хочет хавать, пускай она платит. Да. Сразу же видно влияние Петра Осипова. В основном у Петра Осипова учатся различные девочки, блогеры, которые авторы своего курса. Даже вот у Александры Беляковой я решил глянуть ее курс. У нее есть курс, как пишет она, по денежному мышлению. Особенно мне понравился вот этот кадр из его презентации. Сразу видно, что у девушки действительно мышление очень денежное. И, что удивительно, у нее тоже есть успешные ученики, которые тоже уже авторы своего курса. Мне даже стало любопытно. Я решил посмотреть курс инфо-цыганки, которая училась у инфо-цыганки, которая училась у инфо-цыгана. Мне стало любопытно, смогла ли превзойти ученица-ученица-учителя своего учителя-учительницы-ученицы. И курс называется «Лера Вумен», и вот как она его презентует. Я человек, и вы человек. По этой фразе сразу же видно, какой уникальной информацией она делится на этом курсе. Но, на мой взгляд, лучше всего характеризует этот курс вот этот материал из презентации. То есть люди до сих пор, которые думают, что, ой, да вот эти вот ваши книжки, курсы, менять мысли, это все такая ересь. Они этим и опровергают, что да, если он мыслит так, что это ересь, то в его жизни это будет являться ерестью. Понимаете, да. И ведь она же даже не догадывается, что правильно говорить не ересь, а курс «Лера Вумен». И вообще, походу, любой дурак уже может запустить свой курс. Кстати, блогер Игорь Войтенко запустил свой курс «Арена», такой очень пафосный курс. Как мы видим, Игорь неплохо разбирается в спорте, но на своем курсе он преподает совсем другие вещи и берет за это 9900 рублей. Он пишет, что «Арена — это ключевые знания по эффективности, бла-бла-бла, чтобы совершить полную трансформацию твоей жизни». И у него есть еще свой блог, где он выкладывает видео, где тоже мотивирует людей. И мне вот особенно понравились вот эти ключевые знания по эффективности, которые помогут совершить полную трансформацию твоей жизни. Возьми и сдай ЕГЭ! Сдай ЕГЭ! Сдай ЕГЭ! В общем, видимо, Игорь на своем курсе говорит то же самое, что батя этих парней, только за деньги. Гениально, гениально, да, просто поражает до глубины души. И даже, даже кто-то спросил у Игоря. Игорь, тебе не жалко делиться всей этой мудростью? Мужик, как написано в Библии, «Даром получили, даром отдавать». Да, но потом, видимо, к Библии вышло дополнение, где сказано «Даром получили, отдавайте это за 9900 рублей». Но был совет, который напугал меня еще больше. Мужик, самое сексуальное, что есть в мужчине, это когда он все время ненасытен, рвет к целям, ему все время мало, он максимально жаждет того, чтобы соревноваться, быть первым, разрывать. Это самое сексуальное, что есть в мужчине, мужик. Ну, ну вот это, это же скорее демотивирует, потому что я теперь максимально не хочу соревноваться, быть первым, разрывать, чтобы, не дай бог, Игорь Войтенко не счел меня сексуальным. Ой. Но, но, смотрите. Это все он рассказывает бесплатно. А вот, что он говорит на своем курсе «Арена за 9900 рублей». Если у тебя есть что-то, что нужно делать, если ты не знаешь, зачем тебе это делать, ты в жизни не будешь это делать, либо ты будешь делать, пока тебя будут тыкать в спину. Когда перестали тыкать, ты перестал делать. Это же даже хуже, чем то, что он говорит бесплатно. Зато мы все узнали, что такое ересть. Вообще, судя по слову «тыкать», у самого Игоря «взять и сдать ЕГЭ» не получилось. И вообще, я еще заметил, знаете, все эти инфо-цыгане, они берут и отвратительно манипулируют людьми, и у них даже есть такая общая отвратительная черта, они почему-то всех любят отправлять работать на завод. Идите на завод работать. Все, что их ждет, это после долбаного универа. Завод, унылая работа. Работайте на заводе на своем, не меняйте никакую свою жизнь. Сука, да что вам сделал этот завод-то, а? Да если бы не мужики с завода, вы бы, возможно, на свет бы не появились. Ну иначе, как объяснить, что эти три болванки такие одинаковые? На этот завод, ты попробуй еще устроиться на него, там что-то уметь надо. Мне еще нравится представлять, что где-то есть завод, где прораб собирает рабочих и говорит, «Так, если кого-то что-то не устраивает, идите в инфо-цыганство». И они такие, «О нет, Петрович, только не это, зачем так жестоко? Мы хотим быть полезными обществу». Но, на мой взгляд, Петр Осипов перещеголял в цинизме даже тут их. Он манипулирует еще гораздо более грязным способом. Он взял и на свой курс пригласил выступать 13-летнего мальчика. С ним тоже случилась метаморфоза. Я его очень люблю. Артур, выходи, расскажи нам про свой результат. И вот даже фрагмент его выступления я сделал. То, что вам говорит сердце, то, что вам приказывает сердце, это верное. То есть то, что вам говорит душа. То, что вам говорит мозг, это неверное. Видно, что это неправда, да? Ну, потому что в 13 лет у тебя мозг, душа, сердце не противоречат друг другу. Они коллективно сходятся только в том, что у математички классные сиськи и все, больше их ничего не интересует. Я это все к чему? Все эти курсы, это полнейшая чушь. Но я это говорю не потому, что я какой-то такой правдоруб или вестник морали. На самом деле это выступление, это был мощнейший прогрев перед запуском моего курса. Покупайте мой тренинг. Приходите на него. Вот мой самый успешный ученик. Эй, мужик, я бывший подросток. А теперь я миллиардер и автор своего курса. Я сделаю из тебя миллионера, ведь для меня это проще, чем срыгнуть. Все, у меня все, ребят. Всем спасибо, всем хорошего вечера. Пока-пока-пока. Пока-пока. Это происходит с ним снова и снова. Снова и снова. Снова и снова. Он бессмертный. Давай. Давай. Андрей Мерзликин. В сериале «И снова здравствуйте». В понедельник. В 9 вечера. Если тебе человек, который пережил 90-е, говорит, что надо валить, значит, надо валить. Премьера на ТНТ. Премьера на ТНТ.